Приветствую, дорогие коллеги! Когда-то я уже делал ролик про стоячие волны в трансформаторе Tesla, но благодаря одному из зрителей заметил, что на этом канале его нет. Поэтому считаю нужным восполнить этот пробел и осветить эту достаточно интересную тему. Самый часто задаваемый вопрос в интернете – может ли трансформатор Tesla вырабатывать больше мощности, чем потребляет? Отвечаю – однозначно нет. Какую бы нагрузку вы не подключили к выходной обмотке, как бы вы ее не согласовали, все равно мощность на выходе трансформатора Tesla всегда меньше потребленной. Ни одного исключения за всю историю существования этого прибора не было. Следовательно, КПД трансформатора Tesla лежит в рамках единицы. Другое дело – коэффициент усиления напряжения. Трансформатор Tesla – один из лучших приборов для получения сверхвысокого напряжения. Многие видят в этом даже некоторый парадокс. Так как получаемое напряжение очевидно больше расчетного, основанного только на коэффициенте трансформации. А все дело в том, что коэффициент трансформации – это всего лишь один из факторов повышения напряжения, воплощенных в трансформаторе Tesla. Давайте же рассмотрим все явления, благодаря которым в трансформаторе Tesla удается достигать немыслимого увеличения напряжения. Первый из них мы уже назвали. Это коэффициент трансформации. Не будем сейчас на нем останавливаться. Думаю, всем известно, что коэффициент трансформации равен соотношению количества витков обмоток. k равно u1 делить на u2 равно ω1 делить на ω2. Второй пункт гораздо интереснее. Резонанс. Первичная обмотка трансформатора Tesla является частью колебательного контура. Амплитуда тока в колебательном контуре в Q раз больше, чем амплитуда тока питающего контура. Q – это добротность. Значит, колебательный контур создает магнитное поле в Q раз больше, чем обмотка без резонансной обвязки. А увеличение амплитуды переменного магнитного поля повлечет за собой увеличение ЭДС во вторичной обмотке. Таким образом, за счет резонанса достигается еще большее увеличение напряжения на выходе трансформатора Tesla. И еще одно. Вторичная обмотка – это тоже колебательный контур. Сама обмотка – это индуктивность контура, а конденсатором служит емкость на верхушке катушки верхняя обкладка и земля нижней обкладкой. Если частоты первичного контура и вторичного совпадают, то амплитуда увеличивается не только в Q1 раз, но и в Q2 раз. А теперь самое интересное и, наверное, самое важное. Работа вторичной обмотки трансформатора Tesla в роли длинной линии. Длинная линия – это проводник, геометрические размеры которого сопоставимы с длиной волны колебаний. Провод вторичной обмотки катушки Tesla – это длинная линия. В длинной линии возможно такое явление, как наложение прямых и отраженных волн. На рисунке вы можете видеть вторичную обмотку трансформатора, а также изображение прямых и отраженных волн, движущихся в проводе, которым намотана вторичная обмотка. Прямая волна – это колебания, наведенное во вторичной цепи со стороны первичной обмотки. Прямая волна двигается от нижней части обмотки к верхней. Когда прямая волна доходит до конца провода вторичной обмотки, она отражается и называется отражённой волной. Отражённая волна продолжает своё движение уже сверху вниз. При этом происходит наложение прямых и отражённых волн. В определённых точках мы получаем максимумы амплитуды, пучности, а между ними минимумы или узлы. На рисунке для лёгкости восприятия длина волн показана меньше длины провода, из-за чего в обмотку помещается много длин волн. В реальности же длина волны обычно превышает длину провода, но на сам процесс сложения прямых и отражённых волн это не влияет. Когда прямые и отражённые волны складываются в фазе, образуется максимум амплитуды или пучность. Когда складываются в противофазе, минимум или узел. Наилучший результат достигается тогда, когда длина провода составляет четверть длины волны колебаний. Тогда у нас образуется классический случай стоячей волны. Подходят также длины провода равные трем четвертям, пяти четвертям и любому нечётному количеству четвертей длины волны. Но рациональнее, разумеется, пользоваться одной четвертью. Когда длина провода равна четверти длины волны, на верхнем конце обмотки мы получаем чистый максимум напряжения при минимуме тока, а на заземлённом конце максимум тока при минимуме напряжения. Во сколько раз можно увеличить напряжение за счёт сложения прямых и отражённых волн? И вот тут самое интересное. Амплитуду колебаний можно увеличить ровно во столько раз, сколько прямых и отражённых волн сложено. Например, если частота колебаний 1 МГц, а частота разрядов 1 КГц, то перед каждым разрядом волны складываются тысячу раз, и мы получаем тысячекратное увеличение напряжения за счёт сложения волн. Давайте посчитаем. Какова должна быть длина провода вторичной обмотки, при частоте, например, 1 МГц, чтобы точно попадать в четверть длины волны? Длина волны равна λ равно c делить на f. Так как нам нужна четверть длины волны, то длина провода L должна составить λ делить на 4. Равно c делить на 4f, равно 3 умножить на 10 восьмой делить на 4 на 10 в шестой, равно 75 метров. Всего лишь 75 метров. Длина провода обмотки совсем невелика. Что будет, если мы промахнёмся и намотаем больше четверти длины волны? На рисунке показан вырожденный случай, когда длина провода вторичной обмотки составляет две четверти длины волны. В таком случае, когда длина волновода составляет четное количество четвертей волны, волны складываются в противофазе и напряжение на выходе обмотки будет стремиться к нулю. Избегайте таких случаев. Стремитесь к тому, чтобы вторичная обмотка была настроена одновременно и как колебательный контур в резонансе с первичным контуром, и как четвертьволновой вибратор на этой же частоте. Тогда вы получите значительный коэффициент усиления по напряжению. Теперь давайте посчитаем конкретно, какое напряжение на выходе трансформатора Тесла мы можем получить при заданных параметрах. Входное напряжение равно 100 вольт. Добротность первичного контура Q1 равно 20. Коэффициент магнитной связи K равно 0,5. Добротность вторичного контура Q2 равно 5. Коэффициент наложения волн равно 1000. Это почти то же самое, что КСВ. Принимаем, что система настроена идеально. Собственные частоты контуров равны. F1 равно F2. Найти Q выхода. Решение. У выхода равно у входа умножить на Q1 умножить на K умножить на Q2 умножить на KNV равно 100 умножить на 20 умножить на 0,5 умножить на 5 умножить на 1000 равно 5 миллионов вольт. Таким образом, небольшая катушка Тесла при хорошей настройке может выдать несколько миллионов вольт при питании напряжением в 100 вольт. Именно такие показатели мы и получаем на практике, когда удается хорошо настроить контура. Давайте подытожим. Какие можно дать советы по настройке трансформатора Тесла? Во-первых, приближайте собственные частоты первичного и вторичного контуров. Регулировать частоту первичного контура можно как подбором ёмкости, так и настройкой индуктивности обмотки. Частоту вторичной цепи можно изменять, увеличивая или уменьшая уединённую ёмкость наверху конструкции. При настройке частоты вторичной обмотки также учитывайте ёмкость самой катушки. Во-вторых, подберите нужную длину провода вторички. Старайтесь, чтобы она была равна одной четверти длины волны колебаний, но не длиннее. На этом, пожалуй, будем закругляться. Напомню, что все желающие могут скачать видеокурс электричества, перейдя по этой ссылке или по ссылке в описании. Если есть вопросы по сегодняшнему ролику, можете задавать их в комментариях. Я обязательно постараюсь ответить. Я желаю вам удачного Нового года. С вами был Тимур Гаранин.